Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Завершая разговор о книге пророка Сафонии, мы обратимся сейчас к третьей главе этой книги. Заключительная третья глава в основном содержит слова Божьи, которые обращены к Иерусалиму и жителям Иерусалима, к тому, что пророк Сафония воспринимает, видит, наверное, какой-то глубиной, духом своим видит, как остаток Израиля, как то в народе Божьем, что может быть спасено, что ищет Бога. И вот, обращаясь к городу в целом, горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю, городу, который не слушает никого, не слушает голоса, не принимает наставления, на Бога не уповает, к Богу своему не приближается. Ну, по большому счету, ведь это может быть сказано о любом городе. По крайней мере, о любом городе, который формально пытается считать себя святыней, местом пребывания Бога, средоточием истинной веры и так далее. К Иерусалиму VI века до Рождества Христова это относится не в большей, хотя и не в меньшей степени, чем к Москве XXI века. Не слушает наставления, на Бога не уповает, к Богу не приближается. Вот город, который живет только обманным, суррогатным восхвалением собственного величия. Понимаете? Вот и это любая эпоха может о себе сказать. Если только сможет посмотреть на себя достаточно честно, как об этом говорил Господь через Сафонию в начале предыдущей главы. Вот он говорит об Иерусалиме следующее. Князья его, посреди него рыкающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости, обгладывающие всех, кто попадается к ним в зубы. Это не может быть живо, это не может быть терпимо Богом. Вот эти судьи, обгладывающие беззащитных до костей, это в глазах Бога и в глазах пророка порок, несовместимый с жизнью. Это то, что определяет неизбежность гибели вот такого города, город, где вот так происходит. Опять-таки, как бы он ни назывался. Священники воскверняют святыню, пророки его люди вероломные. Но Господь не делает неправды. Понимаете, Сафония говорит о том, что вот это так, вот эти князья, которые грабят друг друга и всех вокруг, вот эти судьи, готовые обгладать любого, кто попадется к ним в руки. А вот эти священники, оскверняющие святыню, и не чтущие Бога, и не учащие его правде. Но Бога в этом нет. Потому что Господь не делает неправды. Каждое утро являет суд свой. Неизменно. Но беззаконник не знает стыда. И вот эта культура бесстыдства становится абсолютно непобедимой причиной гибели. Потому что в этом нет Бога. Бог не может быть в неправде. Бог не может быть в неправде. Нравится нам это или нет? Но Бог правду видит. И в неправде его нет. А если его здесь нет, значит, оно разваливается. Все. Логика очень простая. Я истребил народы, говорит Бог, и говорил тебе, Иерусалим, бойся только меня, принимай наставления. И не будет истреблено жилище, не постигнет его зло. Ты что-нибудь сделай, измени свою жизнь, бойся меня. А они прилежно старались портить все свои действия, говорит Бог о жителях столицы. А они прилежно старались портить все, что они делают. Ну, хорошо, тогда ждите меня, говорит Господь. И так ждите меня до того дня, когда я восстану для опустошения. Ибо мною определено собрать народы и созвать царство, чтобы излить на них негодование мое. Если вы хотите оказаться в этом сборище народов и царств, потому что портите все свои действия, ну, вот так, ждите меня. Так, и Господь говорит о том, что Он огнем ревности, Его будет пожарна вся земля, Он и зальет на народы и царства негодование свое. И это, конечно, ужас, ужас и ужас. Но пророк смотрит в другую сторону. Он говорит, ну, Господь через пророка говорит, тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно. Оказывается, замысел-то Божий в том, чтобы не только Израиль, не только народ Божий, но и все остальные народы снова получили уста чистые. Вот те бедствия, та, ну, в сущности, почти мировая война, которая ожидала Ближний Восток в ближайшие десятилетия после этого пророчества Сафоний, все это для того, чтобы дать народам уста чистые. И, конечно, мы видим здесь, как пророк видит, вдохновляемый Богом, видит все народы едиными, соединенными друг с другом в этом поклонении Богу. Они тоже вместе с избранным народом. Израилю же Господь говорит, в тот день ты не будешь срамить себя всякими твоими поступками, которыми ты грешил против меня. Уже не будет этого позора. Какого именно, а вот какого. Тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Вот тех, которые хвастались, какие они знатные, какая у них древняя история, великая культура и прочее, прочее. Это все люди, которые к великой культуре не имеют никакого отношения, потому что не они ее создали, а их предки. Тут тоже ничего нового мы не увидим с вами. Тех тщеславящихся твоей знатностью, хвастающихся былыми какими-то заслугами других людей, своих предков, всех их удалю. Потрясающие слова, говорит Господь. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Вот смирение и простота – это необходимые условия для того, чтобы жить в правде, так как живет Бог в правде. Бог, который не делает неправды, не гордится и не хвастается. Они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля, говорит пророк, не будут делать неправды, не станут говорить лжи, не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Вот этот остаток Израиля – народ смиренный и простой, который не будет делать неправды и не будет говорить лжи. Вот, собственно, это то, что имеет шанс выжить в гневе Божьем, в день гнева, день посещения, который станет днем негодования Божьего, и заканчивая это пророчество, Сафония радуется тому, что вот именно у этих людей, народа смиренного и простого, не делающего ни правды, ни говорящего лжи, есть шанс, потому что Бог с ними. «Ликуй черь сиона торжеству Израиль, веселись и радуйся, отменил Господь приговор над тобою, Господь царь Израилев посреди тебя, уже более не увидишь зла, Господь Бог твой среди тебя». Стало быть, вот, оказывается, логика какая. В неправде, в лжи, в гордыне, в хвостовстве, в том, что ранние христиане называли сатанинской помпезностью, помпа диаболе, в этом Бога нет. Бог в смирении, простоте и правде, и в поступках, которые не несут зла ближнему. И если люди пытаются так жить в этой правде Божьей, Бог с ними, и они с Богом. И значит, приговор проходит мимо них. Как Христос потом скажет, «Верующие в меня не судятся, на суд не приходят, но перешел от смерти в жизнь». Вот Бог с нами, Господь царь Израилев посреди тебя. И это значит, что жизнь Божья и Божья правда в тебе, в твоей жизни, в жизни остатка Израилева торжествуют. И вот Господь говорит, «Я всех притеснителей твоих изгоню, спасу хромлющее, соберу рассеянное, когда возвращу плен ваш». Субтитры создавал DimaTorzok